к такому разделу, календарь и праздничные дни. И, как я знаю, что один из классов в МЖБИ о праздниках. Да? Да. Окей. It'll be on Monday. Monday, окей. So, I'm not going to give infinite detail about each holiday. Поэтому я не буду вдаваться в глубокие детали о каждом празднике. Но просто сделаю небольшой обзор. Сначала давайте посмотрим на библейский календарь. И который соответствовал лунному циклу, а не солнечному. Now, in a lunar calendar, there are 354 days. И в лунном календаре 354 дня. И это на 11 дней короче, чем солнечный год. И если только вы не произведете какие-то, более приспособите календарь, то Песах не был бы праздником во время весны. In a few years it would be a winter festival. То через несколько лет Песах бы сместился в зимний период. A few more years it would be a fall festival. А еще несколько лет и стал бы осенним праздником. И вскоре бы вы праздновали жатву, когда вам приходилось бы, наоборот, сеять и садить растения. И поэтому то изменение календаря, которое было произведено И примерно семь лет из каждых девятнадцати лет В этот период добавлялся еще один дополнительный месяц. Или второй Эдар. Эдар – это последний месяц календаря. Хорошо. Теперь давайте поговорим о днях, которые описаны в 23 главе книги Левит. Это праздничные дни, которые записаны в Торе. И первый праздничный день, который упоминается там, – это Шаббат. Now, it would be hard to overestimate the importance of the Shabbat. I think I've already mentioned that the Shabbat was this place of refuge for Jewish people. И, как я уже упоминал, что Шаббат – это было местом укрытия, убежища для еврейского народа. The Shabbat established the main rhythm of Jewish life. И Шаббат, он устанавливает основной ритм еврейской жизни. When the Shabbat was over, you started looking forward to the next Shabbat. И после завершения одного Шаббата вы ожидаете следующего. И для того, чтобы правильно соблюдать Шаббат, вам необходимо подготовиться к нему. Понятно? Поэтому есть очень важное высказывание. Евреи не соблюли Шаббат. Евреи не сохранили Шаббат, но Шаббат сохранил евреев. И в этом заключена очень огромная истина. И соблюдая Шаббат, Шаббат помог также остаться всем евреям вместе. И вы не должны работать в Шаббат. Что это значит, не работать? И слово на еврейском языке мелака, которым обычно подразумевается ваша каждодневная, повседневная работа. И также это слово использовалось для того, чтобы описать строительство скинии. И из-за такой связи Раввины спрашивают, какие виды работы выполнялись во время возведения скинии. И они вывели 39 категорий работ. Некоторые виды поднимания чего-то, резания, распиливания, отрывания, разрывания, соединения вместе, и так дальше. И давайте представим себе, что ваша ежедневная работа заключается в том, что вы ложите кирпичи, кладете кирпичи. Но также у вас есть и сад. И для вас работа в саду это как не работа, а как просто средство расслабиться. Могли бы ли вы, так сказать, расслабиться в вашем саду во время шабата? И Раввины говорят нет. Потому что, что если профессия вашего самого близкого соседа это садовник? И он занимается этим. И вы работаете в вашем саду. И думаете, ну, может быть, я еще немножко смогу успеть сделать. И Раввины понимали, что то, каким образом они предписывали вести еврейскую жизнь, это было для общины еврейской. И они понимали, что, может быть, для одного человека это не будет работой. Но было очень важно защитить общину. Понятно это? Я не знаю, как это действует в России. Извините, в Украине. Я знаю, я в Украине. Но в Америке очень много людей, которые повстали против этого. Я хочу делать то, что я хочу делать. Когда я хочу это делать. И с кем я хочу это делать. То, что говорил Павел в Новом Завете. что я хочу делать определенные вещи, что будет причиной падения моих братьев. И у многих американцев с этим возникают трудности. Для американцев очень трудно размышлять именно в понимании общины. И для евреев такое понимание намного легче, чем для христиан. так как евреи, они привыкли к такому пониманию общины, общинности. И даже большинство рожденных свыше христиан в Америке имеют тенденцию к тому, чтобы думать о своем опыте как индивидуальном опыте. Просто я и Бог. Все. Как раньше, я уже упоминал о Шабате. И достаточно на этом. давайте перейдем к празднику Песах. И в Библии говорится, что во второй половине 14-го Несана вы должны взять ягненка и принести его в жертву. И это было в Египте. И затем Бог сказал, делайте это в каждом поколении. И евреи-ашкеназы обычно не едят агнцев, ягнят. потому что после разрушения храма невозможно уже было принести в жертву агнца в храме. и так же не есть квасного хлеба и не иметь его в доме. и вы должны есть его с горькими травами. Поэтому это библейские заповеди. И как и остальные это религиозные традиции. И в этом праздновании было добавлено еще другие вещи. И поэтому в наши дни евреи празднуют Песах. И это намного больший праздник. И есть специальная книга, которая помогает в проведении церемонии Песаха. Это называется Хагадда. Хагадда. И рассказывает историю о Боге избавлении Израиля из Египта. И очень интересно. что там есть очень много отрывков для чтения. Затем перерыв для еды. И затем еще чтения. И те чтения, которые до принятия пищи, они говорят об избавлении из Египта. Те отрывки, которые читаются после принятия пищи, смотрят в будущее и ожидание избавления в будущем. И пришествие Мессии. И раввины знали что Песах несет в себе уже несет в себе то избавление, которое принесет Мессия. И в Талмуде есть одна фраза. И так же как мы были избавлены в месяц Ниссан. То же произойдет и в будущем. И вы все знаете что Елисей пророк, который должен помазать Мессию, который придет. И к концу церемонии на Песах также есть особая чаша с вином для Елисея. И также есть особый стул, который оставляется для Него всю ночь. И символически это говорит о надежде и о молитве. Молитве о пришествии Мессии и Божьем избавлении еврейского народа. Now the rabbis did not know what the New Testament says, что говорится в Новом Завете, что Мессия был пасхальным агнцем Бога, который избавит еврейский народ своей смертью. но они все-таки были очень близки. И затем, что в Библии следующее говорится, соблюдайте праздник опресноков в течение семи дней, начиная с пятнадцатого Ниссана. И дрожжи, квасной хлеб, это символ греха. И раввины также это знали. И в 1 Коринфянам в 5 главе Павел говорит, будем соблюдать праздник не с квасным хлебом зла и зависти, но с не леван хлебом с sincerity и и истины. И это не было полностью абсолютно новым откровением. И заметьте, что происходит здесь. Что самое последнее время четырнадцатого Ниссана? В конце дня вы приносите в жертву Агнца. И затем сразу же вы входите в пятнадцатый Ниссан, начиная с которого вы не должны есть никакого классного хлеба. искупления. что за символ это? Что начиная с искупления, Бог сразу же зовет вас в жизнь чистоты. И в Америке есть очень ужасные учения, которые возникли. и все, что вам нужно делать это просто попасть на небеса. Просто помолись короткой молитвой, попроси Иисуса стать твоим личным спасителем, и затем ты идешь на небеса. вам не надо каяться, вам не надо это измененное сердце, вы можете жить так же, как вы жили раньше. Если ты хочешь жить святой жизнью, это просто выбор, тебе захочешь, можешь жить, но не обязательно для спасения. И слава Богу, что такое учение не слишком популярно. Но это меня очень пугает, когда слышу такое. Для меня будет очень много людей, которые скажут, подожди, Господь, минуточку, ты что говоришь, что я не спасен? Но проповедник Смит сказал мне, что я спасен. По-любому, это большая проблема. христианские евреи должны соблюдать эту традицию о квасном хлебе, чтобы не было квасного хлеба в вашем доме. И как в Библии говорится, чтобы не было никакого квасного хлеба в Израиле. И когда я учил в церквях на праздники, я предложил, чтобы христиане тоже попробовали это. послушайте, это было бы так плохо, если бы не было так слишком плохо, если бы одну неделю во всем течение одного года вы совершили такое символическое действие, что будет напоминать вам о том, что вы не должны грешить. поэтому как это работает? Я просыпаюсь рано утром, я спускаюсь на свою кухню, и говорю, я хочу бутерброд с крим-чизом и локс. Что это локс? Локс как салмон. 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 Комчу сделать бутерброд из такого крема из сыра и также копченую рыбу туда поставить. И поэтому я ожидаю, когда я могу сделать этот бутерброд. А их нельзя тогда делать. Я кричу на свою жену. Дорогая, где мои бутерброды? Глупые сейчас же Песах. В принципе, она так не говорит. Потом я говорю, о, да, вспомню. И теперь у меня выбор возникает. я могу сказать, о, я не могу дождаться, когда это все наконец закончится, я буду есть то, что я хочу. Или же сказать, спасибо тебе, Господь. Ты избавил меня от греха. И призвал меня к святой жизни. И мне нужно это напоминание. Понятно. Хорошо. Теперь следующая часть Левитикус 23 и следующая часть 23 главы Левит что в тот день после шаббата, после пасхальной службы принести приношение из первых плодов твоего урожая. И в принципе там существует два вида первых плодов. Да. которые приносятся с разрывом в одну неделю. Первое приношение плодов из жатвы, из урожая ячменя. И какой символизм здесь? И тут можно усмотреть больше символов. Первое если мы даем часть наших первых плодов Богу. Это признание того, что все не исходят от Бога. Но в Новом Завете Павел говорит, что Мессия это первенец из тех, которые воскрес из мертвых. И в какой день воскрес Иешуа? день после Шаббата после Песаха. И в 23-й главе Левит не совсем ясно, на сто процентов нельзя сказать, о каком Шаббате именно говорится здесь. Так как проходят обычные недельные Шаббаты. Но также первые и седьмые дни праздника пресноков названы Шаббат. И поэтому когда говорится, что в тот день после Шаббата, после Песаха, является ли это обыкновенный недельный Шаббат, или же это Шаббат праздника пресноков. И между фарисиями, саддукиями существовал спор. И саддуки говорили, что там подразумевается обычный Шаббат недельный. И это бы означало, что праздник первых плодов всегда бы приходил на воскресенье. фарисеи говорили, что первый день праздника опресноков. И это означает, что не всегда этот Шаббат один и тот же день недели. религиозные евреи празднуют сегодня. И кто день недели религиозные евреи празднуют сегодня? дня? Они делают на день фарисеи это. Окей, кто может мне сказать, в какой способ ортодокс евреи это? Скажите, каким образом ортодоксальные евреи празднуют, отмечают этот праздник в наши дни? Следуя саддукиям или фарисеям? Они соглашаются с фарисеями. Так как ортодоксальные евреи наших дней это прямые последователи фарисеев тех дней. По крайней мере, если мы будем говорить об этом теологически. Окей. Затем говорится, что после первых плодов отсчитай семь недель и будет еще один праздник первых плодов. Это первые плоды урожая пшеницы. И этот праздник назван Шавуот шавуот на евреи означает недели. В христианстве он назван пятидесятница. От греческого слова пятьдесят. Потому что понадобилось еще пятьдесят дней. И каким образом ортодоксальные евреи отмечают Шавуот? Давайте откроем Библию. Посчитай те дни от исхода из Египта. И пятьдесят дней после исхода. Бог дал Тору на горе Синай. И поэтому ортодоксальные евреи празднуют получение Торы на праздник Шавуот. Интересно, что есть одна раввинистическая история, которая говорится, что та причина, по которой мы вылили золотого тельца, в то время, когда Моисей получал Тору. И вместо того, чтобы ожидать, когда вернется Моисей, каждый заснул встанем. И на следующий день они были обмануты, так как не совсем они бодрствовали. И поэтому в наши дни большинство ортодоксальных евреев пытаются не спать целую ночь и изучать Тору. И первый раз, когда я был в Израиле в 98-м году, извините, в 81-м году, это было на праздник Шавуот. И был один ортодоксальный еврей, который пригласил меня пройти через Меа Шаарим. Это местность Иерусалима, где находятся очень ультра ортодоксальные евреи. И мы начали с полночи и посещали много синагог. И большинство людей не спали, они изучали Тору. Я даже немножко потанцевал с некоторыми из этих ультра ортодоксальными евреями. Поэтому хорошо я провел тогда время. Кто знает, какую читают книгу Библии на Шавуот? Руф. Изучение Тори, но читают книгу Руф. Почему? Первая причина, если вы читаете книгу Руф, и вы видите, что некоторые события происходят во время жатвы. И также второй очень важный факт. Откуда была Руф? Из Моава. Она не была еврейкой, но она хотела стать. И она сказала своей свекрови Наоми, Нааминь. Твой Бог будет Моим Богом. И твой народ будет Моим народом. И поэтому в древние времена стать евреем это было что-то похожее вот такому примеру. прапрабабушкой царя Давида. Очень интересно. В Торе Бог говорит что никто из Моава не может войти в общину Господа в течение десяти поколений. Но Руф была даже меньше чем в десятом поколении. Как она попала вообще? Как она стала предком царя Давида? Это одна из самых красивых иллюстраций благодати Божией в Библии. Она настолько сильно желала Бога так что Бог переиздал свою собственную заповедь. Понятно? И в Новом Завете сейчас что происходит на Шавуот? Излит Дух Святой. И кроме первых плодов также было особое приношение на Шавуот. Две булки хлеба два хлеба и была дана заповедь чтобы их испекать с использованием дрожжей. И большинство тех приношений в Библии о которых говорится у них не должно было быть вообще дрожжей. И всего несколько добровольных приношений где могло быть содержание дрожжей. но не было такой заповеди кроме именно этой одной где нужно было ставить дрожжи. Почему так? Символ чего это приношение? И это не символ Иешуа. Это символ первая булка это евреи и вторая это не евреи. И это все становится одним приношением для Хошем. и так как этот символизм связан с людьми и мы несовершенны. У нас есть грех. Или же у нас есть закваска в нашей жизни. И поэтому мы отдаем себя Богу такими какими есть. И поэтому книга Руфь она связана с этой идеей. Или же тот кто не еврей он связывается он соединяется с Богом Израиля. И когда в Новом Завете излит Дух Святой на праздник Шавуот язычники были приглашены в Царство. И поэтому до нашего времени евреи и язычники это одно приношение Богу. И также есть много верующих которые имеют тенденцию думать о Торе и о Духе Святом как каком-то контрасте. Понятно? То есть Дух или Закон. Но этого Бог не говорил. Бог изливает Дух Святой в день воспоминания дарования Торы. И затем посмотрите на 31 главу Иеремии и 36 Иеремии говорится там говорится что я заключу новый завет с домом Израиля. И говорится что основная разница что я помещу закон мой в ваше сердце в вашу сущность. И в 36 главе Изекииля я дам вам новое сердце и новый дух и я вложу мой дух в вас. И это также описано во время процесса рождения свыше. И затем он говорит и вы будете ходить по моему закону. поэтому если мы думаем что Тора она каким-то образом отличается от того что значит ходить в духе что вы не можете сфокусироваться на Торе и быть наполненным духом то тогда у нас есть проблема не у Бога. Посмотрите на апостолов первое поколение верующих я бы сказал что они были наполнены духом святым что вы думаете и что говорит Иаков Павлу вот смотри просто тысячи людей здесь которые верят в Иешуа и они все ревнуют о Торе и поэтому они знали как это нужно делать большинство мессианских евреев не знают как этого делать я не уверен в том знаю ли я как это делать правильно но это то над чем мы должны все еще работать поэтому пускай люди не говорят вам у вас есть Дух Святой вам не нужен это все закон потому что это не то что сказал Бог и затем идет большой временной разрыв и до начала праздника труп который также начинается завтра вечером и в Библии говорится что это день когда нужно трубить в трубы йом труах и также мы называем этот праздник рошхашана и в традиционном иудаизме это день который нужно проводить в синагоге и молиться на протяжении большей части этого дня поэтому зачем вам вообще надо трубить в шофар библийские есть несколько причин почему это надо делать а раввины также добавили и несколько своих но основная библейская связь в том что через девять дней после рошхашана начинается йом кипур и йом кипур это наиболее торжественный праздник в еврейском году это день когда весь ритуал храма относился к прощению Бога прощению Бога всего народа всех грехов в течение года и поэтому эта идея того чтобы трубить в шофар это чтобы обратить наше внимание начните думать начните думать проснитесь нужно ли вам быть прощенными в чем-то есть ли части вашей жизни которые должны улучшиться есть ли сферы такие в вашей жизни от которых нужно избавиться и поэтому на Yom Kippur когда вы идете перед Богом вы можете очиститься и быть прощенными и также хочу сказать одно вот во что верит ортодоксальная традиция на Rosh Hashanah открывается книга жизни чтобы посмотреть как люди будут в будущем году те люди которые абсолютно праведны они запечатаны в книге жизни на еще один год те люди которые абсолютно неправедны нечестивы извините но мы в следующем году в это время с вами не встретимся и для большинства людей где-то между этим периодом и поэтому нам нужно покаяться и если мы покаемся и мы будем записаны в книге жизни еще на один год и я хотел бы задать вам вопрос если бы вы верили что это абсолютно истина о чем бы вы начали думать начиная с завтрашнего вечера рупент о бог тешува поэтому это то каким образом думает какой образ мысли у ортодоксального еврейского мира 10-дневный период назван периодом восхищения страха и евреи постятся на Йом-Кипур так как в Библии говорится чтобы томить душу свою печалиться и есть связь между этим и в одном псалме говорится что я печалился и постился и в Библии если ты не будешь томить душу свою не будешь печалиться то ты будешь отрезан от Израиля и о чем это говорит нам что прощение это не просто происходит автоматически понятно понятно вы не могли сказать ну жертва в храме принесена значит со мной будет все в порядке жертва покрыла меня и мне теперь не надо слишком беспокоиться но из-за того что вы печалились вы томили душу это Бог говорит вам что вы понимаете что происходит и вы серьезно относитесь к этому понятно понятно и 16 глава Левит вся эта глава говорит о том на чем нужно сфокусироваться на Йом-Кипур очень интересно что первосвященник он играл наиболее важную роль в этот день его коллеги так сказать не давали ему уснуть в течение всей ночи и повторяли снова и снова все то что ему нужно было сделать в тот день все что нужно было сказать и существует традиция когда первосвященник входил в святое святых на Йом-Кипур то вокруг его ноги привязывалась веревка почему потому что в том случае он умрет в святом святых то его можно будет вытянуть подумайте об этом что бы произошло если бы первый священник умер в святом святых хотели бы ли вы пойти и забрать его о нет мой дорогой брат я хочу позволить тебе иметь такую большую честь и так же подумайте еще об одном каким образом началась такая традиция чтобы обвязывать веревку вокруг ноги вероятно всего потому что один раз все таки кто-то умер который вошел ему в принципе как бы налегке может быть это как было в Левитам 10 главе когда умерли два сына Аарона за то что принесли чуждый огонь и может быть они пьяные зашли туда и поэтому на Йом-Кипур проходят пять служений первое называет последнее называется Нейла и символически это означает закрытие ворот покаяния и также есть стих в Иеремии и говорит о том что жатва закончилась а мы все еще не спасены и символ этого пять дней после Йом-Кипура наступает Суккот праздник жатвы и вот что говорит Иеремия вот жатва уже пришла но мы все еще не спасены что он имеет этим ввиду что Йом-Кипур пришел и он уже позади остался но никакой пользы это нам не принесло понятно что Бог имеет ввиду в Иеремии и даже если вы верующий сегодня и вы думаете что Иешуа это ваша жертва я все еще думаю что хорошая идея чтобы взять 10 дней период в 10 дней чтобы исследовать свое сердце более глубоко и увидеть что Бог поднимет вверх и иногда эти тихие времена которые мы проводим с Богом мы просто ожидаем Его когда я молюсь громко или пою или же просто слушаю и иногда именно в такие времена Бог поднимает на поверхность то в нашей жизни от чего Он хочет избавиться может быть что-то о чем мы даже и не знали или же что-то мы как бы подразумевали догадывались но не были уверены поэтому наступающие 10 дней уделите время спрашивайте Господа есть ли хоть что-то что бы Он хотел показать вам в этот период 10 дней не обязательно это должно быть что-то громадное перерыв